А сейчас рубрика «Дневник главы Северной Осетии за неделю». Ее подготовила моя коллега Лидия Цахилова. Она у нас в студии. Лидия, тебе слово. Спасибо, Вячеслав. В начале недели Сергей Миняйло провел выездное совещание с предпринимателями Республики. Говорили о развитии деревообрабатывающего комплекса. Встреча прошла на площадке мебельной фабрики «Рокос». Сегодня в Республике 24 предприятия, которые производят мебель. Индекс промышленного производства по этому виду экономической деятельности только за 4 месяца этого года составил более 145% к соответствующему периоду прошлого года. Основная задача для республиканских властей – стабилизация экономической сферы и ее развитие. Работать необходимо в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом Республики. Руководители предприятий говорили о планах и проблемах, с которыми сталкиваются. Среди них – отсутствие оборудования, устаревшая техника, нехватка материалов для производственной деятельности, а также дефицит кадров. Сергей Миняйло предложил обучать будущих специалистов на базе мебельных предприятий. В День памяти и скорби Сергей Миняйло почтил память павших защитников Отечества. На мемориале славы в Владикавказе в Рио главы республики представители парламента, правительства, министерств и ведомств и общественных организаций возложили цветы. 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. На защиту Отечества от фашистов встал весь народ. 1418 дней, 1710 разрушенных городов и 27 миллионов унесенных жизней. Во всей стране люди вспоминали всех тех, кто, не жалея себя, живой стеной встал на пути врага. Вопросы развития инвестиционной и предпринимательской деятельности обсудили Сергей Миняйло и гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чубшева. Развитие предпринимательства – приоритетное направление в работе власти. В сфере агропромышленного комплекса реализуют различные меры господдержки. Благодаря своевременно принятым мерам региону удалось сохранить положительную динамику по итогам национального рейтинга. За период 2016-2020 годов подняться на 33 позиции. В этом году Северная Осетия заняла 13-ю строчку из 29 мест, где расположились 85 субъектов России. По итогам встречи стороны договорились о совместной работе над созданием модели развития региона. Строительство мусорного полигона в Северной Осетии возобновится в ближайшее время. Такое поручение дал Сергей Миняйло на заседании правительства республики. Работы будут вестись в рамках концессионного соглашения. Оно определяет условия взаимодействия инвестора с республикой. Понятны затраты, которые несет инвестор и порядок их возмещения. Основная цель проекта – не допустить резкого повышения тарифа на вывоз мусора. В ближайшие три года он будет расти только в рамках существующей инфляции, а это примерно 4%. За исполнение мероприятий дорожной карты по переходу на условия государственно-частного соглашения будет отвечать МинЖКХ Северной Осетии. Напомним, месяц назад строительство мусорного полигона пришлось приостановить, так как отсутствовала инвестпрограмма, необходимые документы и понимание конечного результата. Северную Осетию посетил помощник президента России Максим Орешкин. Цель – оценить инвестиционную привлекательность региона. Федеральные гости посетили ряд объектов, в том числе и строящихся. Побывали на фермерских хозяйствах, футбольной академии Алания, технологическом центре «Баспик». Там же обсудили развитие промышленного производства в республике. По мнению в Рио-главы, у каждого предприятия должна быть программа развития, чтобы власти республики могли оказать помощь, в том числе путем участия в различных федеральных и региональных проектах. Максим Орешкин отметил, что в Северной Осетии по каждому направлению есть потенциал для развития, и федеральные власти готовы поддержать регион. Федеральный гость побывал и на площадке будущего курорта Монисон. Сергей Миняйло на месте рассказал Максиму Орешкину о перспективах будущего круглогодичного курорта. Стороны обсудили план реализации одного из масштабных проектов, который окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие республики. Использование бюджетных средств в Северной Осетии станет более прозрачным, благодаря внедрению системы казначейского сопровождения. Отныне казначейство России будет проверять муниципальные контракты на сумму свыше 10 миллионов рублей. Соответствующее соглашение подписали Сергей Миняйло и руководитель федерального казначейства Роман Артюхин. Детали соглашения они обсудили в ходе рабочей встречи. Систему казначейского сопровождения внедрили по инициативе Сергея Миняйло. Это позволит лучше контролировать целевое использование бюджетных средств в Северной Осетии. Это была рубрика «Дневник главы за неделю». У меня на этом все. Вячеслав. Спасибо, Лидия.